Доброе утро, уважаемые трейдеры и клиенты компании Амаркетс. Сегодня 11 мая, начинаем наш утренний брифинг. Начнем, пожалуй, с итогов вчерашней торговой сессии. Мы давали в коде вчерашнего брифинга ряд прогнозов и торговых идей на торговую сессию. И нужно отметить, что большая часть из них, как оказалось, себя оправдала. Сейчас мы более подробно это обсудим и затем уже перейдем к торговым идеям на сегодняшнюю сессию. Нужно отметить, что евро-доллар вчера приближался вплотную к отметке в 1,0850. Мы обозначили этот важный ценовой уровень поддержки в ходе вчерашнего брифинга. И на самом деле можем видеть на часовом графике цены, как буквально несколько пунктов не хватило основной валютной паре для того, чтобы пробить этот уровень поддержки и уйти ниже. Для подобного снижения был целый ряд оснований. Сейчас их мы, собственно, и обсудим. Главным событием для еврозоны в ходе вчерашнего дня стало, конечно же, выступление главы ЕЦП Марио Драги. Все ожидали его комментариев по поводу ситуации в экономике еврозоны. Конечно, мы еще вчера говорили о том, что не стоит ожидать каких-то резких заявлений, которые могут повлиять сильно на валютную пару и обеспечить в моменте мощный импульс цены. Но, тем не менее, мы услышали несколько очень важных моментов. Прежде всего, Драги обозначил, что ни о каком повышении ставки пока в Европе речи идти не может. То есть выступил с довольно мягкой позицией. Конечно, есть ряд оснований для этого. Мы отмечали, что в целом ситуация в еврозоне налаживается. Но, тем не менее, пока очень рано говорить о повышении процентных ставок. Но с этим и так все было более-менее понятно. Сейчас никакие радикальные решения в еврозоне. Центральный банк принимать не будет, как минимум, в ближайшие месяцы, а может быть и несколько ближайших кварталов. Куда более важным был вопрос о количественном смягчении. То есть о программе по выкупу облигаций в еврозоне. Мы отмечали, еще опять же в ходе вчерашнего брифинга, что именно это сейчас ключевой вопрос. Всех волнует, как именно будет эта программа далее реализовываться. И вот, что сказал Драги по этому поводу. Он отметил, что пока что не будет остановлено этих мероприятий. Выкуп облигаций будет продолжен в прежних объемах. И нужно отметить, что изначально это событие и это заявление должно было быть расценено как позитив для евро. Но, учитывая, что данная программа уже реализуется несколько лет. И каких-то серьезных достижений нет за указанный промежуток времени. Инвесторы с негативом отнеслись к этому заявлению. В итоге евро-доллар просел после данных высказываний. Не секрет, что все ожидают новых рецептов поздравлению экономики от Центрального банка Еврозоны. Так как те шаги, которые предпринимались ранее, себя в должной степени не проявили. Хотя, опять же, мы видим, что намечается некоторое улучшение ситуации в экономике Европы. Но, тем не менее, все это далеко от тех оптимальных целевых значений, при которых евро-доллар может стоить сильно дороже, чем текущие значения. То есть, вот те изменения, которые мы видим в последние месяцы по улучшению ситуации в Европе, они уже так или иначе в цене заложены. И чтобы евро-доллар стоил еще дороже, необходимо, чтобы и цифры были на порядок лучше. Что еще обеспечило вчера снижение пары евро-доллар? Так это комментарий президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, который заявил, что рост экономики США слишком быстрый, по его мнению. И требуется целых три повышения ставки еще помимо той, которая уже была сделана в текущем 2017 году. Напомню, что даже еще более жесткая позиция, нежели озвучивалась в начале года. По его мнению, необходимо повысить ставку в США в ходе июньского заседания, затем в августе и сделать еще одно повышение в конце нынешнего года. Что, конечно, также оказало определенное давление на пару евро-доллар и обеспечило рост индекса долларов в моменте. Далее отметим тот факт, что доходность по американским гособлигациям в ходе вчерашней торговой сессии также подросла. И это еще один плюс в копилку для доллара. Пусть сейчас мы видим некоторое замедление роста доллара против евро вблизи опять же уровня 1.0850, но тем не менее, если сегодня не будет получен новый импульс для роста пары евро-доллар, то мы, вероятнее всего, увидим снижение ниже этого уровня и дальнейшее движение к целям, которые мы обозначили в ходе вчерашнего брифинга. Как минимум, порядка 50-100 пунктов мы еще можем пройти в ближайшие дни. Также вчера мы говорили о том, что стоит ожидать решения Банка Новой Зеландии по процентной ставке. Это весьма интересное событие. Пусть мы и не ожидали какой-то высокой волатильности после этой публикации, но надо сказать, что она себя оправдала даже в большей степени, чем мы рассчитывали. Так вот, новозеландский доллар вчера был одним из лидеров в ходе торговой сессии. Он рос на протяжении всего дня. Все рассчитывали на оптимизм на фоне положительных данных по экономике Новой Зеландии. Так нужно сказать, что выросли потребительские расходы в этой стране, немного ускорилась инфляция, что также важно для перспектив Новой Зеландии. Но при этом в ходе еще прошлого заседания Центрального банка этой страны было объявлено, что все-таки регулятор хочет снижения местной валюты по отношению к основным конкурентам в силу экспортной направленности экономики Новой Зеландии. И в этот раз на самом деле комментарии подтвердились. Если мы посмотрим на решение, то не увидим какого-то изменения процентной ставки. Она осталась на прежнем уровне 1,75. Но при этом опять мы услышали довольно мягкие комментарии. Само собой, о никаком ужесточении политики речи быть не может. Ставку никто повышать не собирается вовсе. Более того, регулятор заявил об относительной стабильности в экономике Новой Зеландии и о том, что ставка, вероятнее всего, даже будет снижена, но в перспективе ближайших лет. То есть пока планируется ставить ее на этих значениях, что в моменте обеспечило довольно мощный импульс по всем парам с новозеландским долларом. И на самом деле мы говорили о том, что это может быть движение на 20-30 пунктов, но оно оказалось даже гораздо сильнее. Вот сейчас мы утром видим, как происходит некоторый отскок к верхним значениям. Но в целом, если мы посмотрим на дневной график цены, то увидим, что перспективы по этой паре весьма понятны. Стоит ожидать дальнейшего снижения в силу, опять же, того, что мы закрепились ниже важных уровней поддержки и в силу той политики, которую избрал для себя регулятор в Новой Зеландии. Далее, если мы продолжим тему с решениями ЦБ по процентным ставкам, то, конечно, стоит сказать, что сегодня нас ожидает куда более важное событие в масштабах мировой финансовой системы. А именно будет решение Банка Великобритании по поводу уже своей процентной ставки. Опять же, мы не ожидаем ее изменения, вероятность этого крайне низка и куда более важно будет свое внимание обратить на комментарии представителей регулятора Великобритании. Нужно будет понять состояние экономики, насколько позитивно его оценивают сейчас представители регулятора. Опять же, отметим, что есть некоторые улучшения в последние месяцы по экономике Великобритании. Кто-то даже поговаривает о прекращении тех мер по поддержке экономики, которые были приняты в прошлом году после Brexit. И вполне, но пока для этого оснований каких-то серьезных нет. Опять же, не достигнуты целевые значения по расходам потребительским, по уровню деловой активности, да и по инфляции тоже. Последние два квартала мы видим, как цифры по макростатистике немного подрастают, но, тем не менее, повторюсь, этого крайне и крайне мало для того, чтобы уйти на следующие ценовые значения в более высокие ценовые диапазоны. Обозначим несколько ключевых уровней по данной валютной паре. Сегодня в ходе решения по оставке и в ходе комментариев от ЦБ Великобритании мы вполне можем вновь протестировать отметку 1.30. В ходе вчерашней торговой сессии утром предпринималась попытка закрепления выше данных значений, но вот успехом она не увенчалась. Мы увидели отскок на довольно больших объемах и весьма быстро это произошло, поэтому пока говорить о том, что есть какие-то объемы на покупку, которые могут обеспечить дальнейший рост пары фунт-доллар, не приходится. Опять же, все будет зависеть от сегодняшних комментариев, но в целом ситуация пока такова, что мы скорее увидим закрепление ниже 1.29.25. Это также очень интересный уровень поддержки. И если мы окажемся ниже уровня 1.29.25, то можно смело начинать продажи пары фунт-доллар. Еще и беря в расчет то, что по канонам технического анализа на часовом графике мы сейчас видим, как формируется фигура голова и плещи. Напомню, это разворотный паттерн, поэтому если он будет формирован до конца и мы увидим опять же закрепление ниже обозначенного мной уровня, то вполне можно будет продавать пару фунт-доллар с довольно коротким стоп-лоссом. И на этом неплохо заработать цели по парам с британской валютой мы помним всегда несколько выше, чем постельным инструментом, поэтому порядка 50-70 пунктов это наша будет первая цель в таком случае. Ну и конечно же нельзя забывать о еще одном событии, которое произошло вчера. Это публикация запасов сырой нефти. Вот как мы отмечали, опять же стоит отметить, что мы верно спрогнозировали ситуацию в ходе вчерашнего утреннего брифинга. Говорили о том, что актив находится вблизи важного уровня поддержки, при этом наблюдался некоторая разворотная фигура на графике часовом. И все шло к тому, что спекулятивные позиции на продажу будут закрыты в случае даже небольшого позитива по данной публикации. Но на самом деле, да, кстати отметим, что уже 6 недель подряд запасы нефти сокращаются, но если в прежние недели это были совсем незначительные изменения в лучшую сторону, то вот вчера мы увидели сокращение запасов сразу на 5,4 миллиона баррелей, что является сильнейшим изменением за последние недели. Конечно же, это обеспечило мощный импульс сразу после выхода этой информации. Мы увидели еще один этап закрытия сделок на продажу, которые еще оставались. И на самом деле сейчас можно говорить о том, что ситуация по нефти весьма неоднозначная. Несмотря на то, что на низких таймфреймах мы видим довольно серьезный напор со стороны покупателей, но при этом стоит отметить, что границы нисходящего канала еще не были пробиты. И поэтому если сегодня это состоится, на самом деле даже сейчас, если мы посмотрим на график нефти, то увидим, что постепенно на часовом графике мы выбираемся выше этого уровня сопротивления. Вот обозначенный мной уже уровень границы канала нисходящего. И поэтому если мы окажемся выше этих значений, то, конечно же, стоит задуматься, если уж не о покупках, то, по крайней мере, о закрытии своих коротких позиций, вот тех, что открывались ранее на более высоких ценовых значениях. Поэтому нефть все-таки хранить окончательно еще рано. Мы говорили о том, что есть ключевая отметка. Теперь можно ориентироваться на уровень поддержки 48.50 и не продавать данный актив, пока мы находимся выше этих значений. Это будет наиболее правильное поведение в текущей ситуации. Более того, возможно, стоит задуматься о покупках на краткосрочную перспективу. Но если же мы говорим о более глобальной картине и ситуации в целом, то, конечно же, баланс спроса и предложения не позволяет говорить о том, что нефть может расти сильнее. Но вот опять же, в течение ближайших двух-трех дней вполне мы можем наблюдать продолжение того тренда, который был задан в ходе вчерашней американской торговой сессии. Потому что, опять же, до следующей публикации по запасам каких-то информационных поводов мощных скорее всего не предвидится. Вот и те тренды, которые были заложены, опять же, имеют все шансы на продолжение. Скажем буквально несколько слов о российской валюте. Вчера был первый торговый день после праздников. Мы сразу же увидели снижение пары доллар-рубль. То есть наша валюта продолжает укрепляться по отношению к американскому доллару. Причем был закрыт рост, который мы наблюдали в ходе конца прошлой недели. Поэтому, опять же, вот то, о чем мы предупреждали, о том, что рано рассчитывать на разворот по данной валютной паре, учитывая, что разворот после столь длительной консолидации и снижения будет явно очень долгим с пробоем уровней, с возвратом к этим пробитым уровням. Поэтому сейчас мы вновь скорее нацеливаемся на тестирование нижней границы этой боковой консолидации. И еще раз повторюсь, рубль все еще весьма силен. Нет каких-то фундаментальных причин, точнее фундаментальные причины в целом есть, но вот нет именно того новостного повода, который обеспечил бы рост доллара в моменте. Скажем еще несколько слов о биткоине. Мы еще в конце прошлого года, в начале текущего года неоднократно заявляли о том, что стоит рассмотреть этот инструмент для более рискованных сделок на покупку, конечно же. Но при этом этот риск себя полностью оправдывает. И мы видим, что буквально пробиваем одну фигуру за другой. Каждый день мы видим серьезный рост по биткоину. И вопрос только в том, будет ли хоть одна красная свеча на дневном графике, будет ли хоть какая-то коррекция, потому что кто-то явно покупает, причем в больших объемах. Ну и скорее всего даже известно, кто это делает. Это спрос со стороны Китая. Все-таки мы напоминаем, что биткоин по сравнению с прочими валютами, например, имеет очень незначительные объемы. То есть, если мы сравнивать будем, скажем, совокупную массу по какой-то валюте основной и биткоину, то она в сотни раз меньше. Поэтому, опять же, обеспечить быстрый рост и затем какое-то быстрое схлопывание в моменте можно без больших усилий. Но, тем не менее, уже сейчас поговаривают о том, что биткоин скоро может стоить уже и 2,5 тысячи долларов. Под скоро я имею в виду перспективу одного-двух лет. Поэтому, опять же, призываем вас внимательнее следить за этим инструментом, так как он может обеспечить довольно существенные прибыли. Но сейчас открывать позицию на покупку, пожалуй, уже поздно. Необходимо ожидать следующего отката. Мы видели, что в конце прошлого года был откат, в марте текущего года также были коррекции. И вот на таких коррекциях стоит пополнить свои запасы биткоина, если вы еще этого не сделали. Ну и совсем уже завершаем сегодняшний брифинг. Отметим, что основные европейские индексы находятся без движения, стоят на месте. В начале недели мы говорили о том, что после выборов во Франции тренд может быть продолжен по росту основных европейских индексов. Но вот пока мы наблюдаем довольно узкую консолидацию. Идет накопление позиций, накопление объемов. При этом на продажу пока индексы совсем не смотрятся. То есть есть еще возможность поучаствовать в предстоящем росте европейской экономики. Так как, опять же, отметим, что в целом статистика неплохая выходит. Мы видим, что каких-то поводов серьезных для снижения именно индексов сейчас нет. Пусть евро-доллар находится под давлением в силу, скорее, причин из-за океана, то есть из США. Но вот на индексы влияние будет гораздо меньше со стороны той же ФРС. Поэтому, опять же, рассматривать покупки, может быть, скорее краткосрочные, на 2-3 недели по европейским индексам вполне себе стоит. И это может также стать довольно неплохой торговой идеей. Отметим, что основные валютные пары евро-доллар и фунт-доллар сейчас торгуются вблизи уровней поддержки. Поэтому вполне мы можем видеть локальные движения вверх по этим валютам. Но вот, тем не менее, стоит, прежде всего, ориентироваться на продажу, но только по закреплению ниже этих отметок. Еще раз напомню, 1,0850 по евро-доллару и 1,2925 по паре фунт-доллару. На этом сегодня все. Всем успехов в торговле и до свидания. Продолжение следует...